Начинаем наш урок с того, что у нас отчетные гости. И я предоставляю слово сначала Вере Константиновне. Она член Краевого Совета Ветеранов по работе с молодежью. А она представит всех остальных гостей. Пожалуйста, Вера Константиновна. Я член комиссии по работе с молодежью Краевого Совета Ветеранов. И сегодня я очень рада, что я в очередной раз встречаюсь со своим дорогим другом, которого знаю уже больше 40 лет, Верой Николаевной. Знаю ее класс, который очень люблю и ценю. И школа номер 49, школа имени Даманцев, носящую гордое звание Даманского учреждения, общеобразовательного типа. Я говорю, молодцы и будьте достойны памяти своих отцов. А сегодня со мной вместе пришла к вам гостя Месевича Милия Михайловна. Она куратор общества «Мемориал по индустриальным районам». И она в этом году, в 19-м году, стала заслуженным ветераном города Хабаровска, города воинской славы. И еще сегодня у нас в гостях Долгова Нина Васильевна, председатель первичной ветеранской организации улицы Черняховского, по работе с ветеранами пожилого возраста и с детьми. Уважаемый человек и категория «Дети военного времени», то есть те дети, которые на своих плечах вынесли всю тяжесть и войны, и послевоенные разрухи, и восстановили города, села, области, края, чтобы сегодня мы могли говорить о том, что как хорошо все-таки, что над вами мирное небо, и что вы можете спокойно учиться и развивать свои творческие способности. Ребята, по какому поводу мы с вами сегодня собрались? Хотя день 27 января только приближается, но в этот день 27-го две знаменательные даты. Это день памяти жертв Холокоста и день снятия блокады Ленинграда. Но сегодня мы будем с вами разговаривать о том, что идет в нашей школе и вообще по всей стране неделя памяти посвящается она Международному дню жертв Холокоста. Я уже всем своим детям сегодня на 15-й минутке говорила о том, что наш президент России вчера и сегодня продолжается работа, форум политиков, находится в Иерусалиме, потому что в Иерусалиме вчера открыли памятник. То есть вдумайтесь, на территории Иерусалима открыли памятник нашим, тем пережившим блокаду Ленинграда. Памятник называется «Свеча памяти». Мы все равно потом на уроках наших покажем вам на экране. Будут у нас слайды, мы уже готовимся для того, чтобы вы это все увидели. И вот ребята доманского класса подготовили для вас сегодня очень важную и нужную информацию. И вы внимательно вслушивайтесь, потому что все то, о чем они говорят, сегодня вам, молодым людям, надо знать. Знать. Потому что когда спрашиваешь взрослых людей, молодых людей разного возраста, а вы знаете, что такое Холокост? И практически никто не может ответить на вопрос. Мы проводили урок у нас в 6-5 классе. И когда спросили, ну хоть что-нибудь. И вот там кое-как один мальчонка сказал, что ну что-то связанное с огнем. Ну хотя бы и так, и то хорошо. Поэтому слушайте внимательно о том, что во Вторую мировую войну от 1939 до 1945 года погибло 6 миллионов евреев, еврейского населения. Не только евреи Польши, Германии, но и все те, кто проживал на территории нашей страны. На территории нашей страны, район Брянщины. Там было очень много гетто, туда загоняли евреев, издевались над ними. А потом что сделали с ними? Сожгли. И поэтому очень много будет хорошей такой информации, которую вы должны знать. Поэтому в знак благодарности Иерусалим и все правительство Иерусалима открыли вот этот памятник блокадникам. Потому что мы чтим жертв Холокоста. И поэтому между нашими государствами сложились такие хорошие отношения, как встречали вчера нашего президента, почетно очень встречали. И в знак благодарности нам, нашей стране, они открыли вот этот памятник, свеча памяти, посвященный блокадному Ленинграду. Ну что, я предоставляю слово ребятам. Еще мне хотелось в самом начале представить маленького-маленького гостя. Сегодня он такой маленький, робкий. Иди сюда, Степан, не бойся. Вот этот мальчонка, он не учится в нашей школе. Но посмотрите, как он к нашей патриотической деятельности, тоже ему хочется быть вместе с нами. Мы участвовали в акции вместе с Центром юношеских поиск, забытые захоронения. И поехали на Матвеевское кладбище, а там составляли реестр захоронений ветеранов Великой Отечественной войны. И вот он такой маленький, поехал с нами. Он ученик третьего класса, Степан Алпатский. И писал, составлял имена, фамилии погибших ветеранов. Посмотрите, какой приятный маленький ученик. И уже сразу видно, будущий настоящий патриот. Люди мира, на минуту встаньте. Слушайте, слушайте, прудишь совсем скорот. Это раздается в Пенальте. КОНЕЦ КОНЕЦ 1 ноября 2005 года государства-члены Организации Объединенных Наций приняли резолюцию Генеральной Ассамблеи, провозгласившую 27 января Международным Днем Памяти Жертв Холокоста. В этот день, 27 января 1945 года, советские войска освободили концлагерь Аушвиц-Биркеналу, самую крупную фабрику смерти, построенную нацистской Германией. Холокост — это политика нацистской Германии, ее союзников и пособников по преследованию и уничтожению евреев Европы в период с 1933 по 1945 год. Традиционно, жертвами Холокоста считают 6 миллионов евреев Европы. Для его реализации были впервые применены невиданные доселе организационные и технические усилия. После прихода к власти в 1933 году Гитлер начинает проводить политику государственного антисемитизма. В Германии был принят ряд расовых законов, известных как Нюрнбергские законы. Это произошло в 1935 году. Законы оформили дискриминацию евреев во всех отраслях и сферах общественной и частной жизни. 7 ноября 1938 года фашисты подстраивают убийство антифашиста, якобы немецкого дипломата фон Рата, польским евреем Гриншпаном. Это событие послужило причиной хрустальной ночи, главная цель которой завладеть еврейским имуществом. В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года немецкие солдаты в полном вооружении совершают погромы еврейских лавок, домов, магазинов, сжигают синагоги. В результате 20 тысяч евреев оказалось в тюрьме, 91 человек погиб. С этого момента начался отчет с жертвам Холокоста. 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война с нападения Германии на Польшу. В мае 1940 года немцы захватили Бельгию, Голландию, Данию, Норвегию и Люксембург. Сразу же началось преследование евреев на оккупированных территориях. 20 января 1942 года в пригороде Берлина состоялась Ванзейская конференция глав нацистской Германии. На ней была одобрена программа окончательного решения еврейского вопроса. Были согласованы планы по уничтожению евреев между всеми ведомствами, которые могли бы быть задействованы в этом процессе. Гейдрих говорил об уничтожении 11 миллионов евреев из 33 стран Европы. Евреев Германии, Франции, Бельгии и Голландии посылали в лагеря и гетто Польши и Белоруссии. Говоря им о том, что такое переселение будет временным. Однако в Польше были созданы 6 крупных лагерей смерти Хелна, Треблинка, Собибор, Майданек, Освенцим и Белжец. На территории Советского Союза до военных годы проживало также огромное количество людей еврейской национальности. В годы Великой Отечественной войны немцы на оккупированных территориях соорудили большое количество различных гетто и конституционных лагерей. Всего на территории нашей страны погибло 3 миллиона евреев в Европе. Более 70 лет назад началась Великая Отечественная война, унизшая многие миллионы жизней наших сображдан, родных и близких. Во всей нашей необъятной родине, от Владивостока до Калининграда, были воздвигнуты десятки тысяч памятников, монументов и обелисков, память о войне и людях, победивших в ней. Этот процесс идет до сих пор. Встанавливаются имена неизвестных солдат, жертв нацизма, устанавливаются новые мемориалы. 13 лет назад, 8 мая 2002 года, в ходе реализации социального проекта «Я гражданин России», в нашем поселке был открыт памятный знак жертвам Холокоста. Это камень с граммами табличками в памяти Елеев Дубровчан, заживо сожженных нацистами 23 февраля 1942 года. Это первый в постсоветской истории памятный знак жертвам Холокоста на территории Брянской области. Сегодня он внесен в реестр памятника в Москве, Иерусалиме, Вашингтоне и Гарлине. О нем мы и хотим рассказать. Спокойно в веку в России жили бок о бок разные народы. Русские и евреи, украинцы и белорусы, татары и башкиры, обогащая и дополняя многонациональную великую российскую культуру. Еврейский мир России, особый мир, мир индийской традиции и культуры, мир тружеников, поместников, аграриев, торговцев. В Дубровке евреи были одними из первых поселенцев. На перекрестке двух дорог Иуда Борисович, фамилия которого стерлась испанец Дубровчан, открыл кабачок Осиновый, который кормил строителей железной дороги и поселения. Сюда приехали и открыли свое дело евреи-ремесленники, Хаца, Мескины, Эстрены, Белкины, Векубовичи, Пасикова. Их уважали за трудолюбие, чистоплотность, готовность помочь соседям. В комсомол евреи вступали целыми семьями. Целыми семьями ехали они получать образование и строить заводы и фабрики, электростанции, дороги. В годы первых – эти лет. Целыми семьями уходили они на фронт в годы Великой Отечественной войны. Многие погибли, защищая Отечество. Лев Ворович под Москвой, Борис Левитин под Ленинградом, Ефим Якубович под Сталинградом, Яков Мамлин под Курском. Война, нацизм, Гитлер, Холокост. Холокост явился страшным и гибельным для миллионов людей следствием фашистской идеи расы в исключительности и борьбы за чистоту арийской крови. Василий Гроссман говорил, «Это не смерть на войне с оружием в руках, это смерть людей, где-то оставивших дом, семью, поле, песни, книги, традицию, историю. Это убийство древа жизни, это убийство души и тела народа, это уничтожение народа». Жертвами окончательного решения еврейского вопроса стали 6 миллионов евреев в Европе, из которых 3 миллиона – наши сограждане. На оккупированной территории России существовало 41 гетто в 40 населенных пунктах 12 регионов, 7 – в Брянской области, свыше 5000 чуженников. Из 30 тысяч евреев, проживавших на Брянщине до войны, 17 тысяч были уничтожены фашистами. Среди них были и наши земляки-дубровчане. Очевидцы вспоминают, утром 23 февраля 1942 года в 7 часов евреям Дубровки велели собираться в дорогу и повели к спиртзаводу. У старой кузни все скосились с автомата, стреляли больше по ногам, многие были еще живы. Их затащили в кузницу, облили стены бензином и подожгли. Горели еще живые люди. Стоял страшный крик, несло невыносимым смрадом. С ужасом смотрела Дубровка на последний путь своих земляков-евреев. Мясник Гуревич, горевший заживо, кричал так, что этот страшный голос был слышен все округи. У русских забирали жен евреек, ни одна из них не вернулась. В Дубровке не осталось ни одного еврея. Вот скорбный список евреев-дубровчан, заживо сожженных нацистами 23 февраля 1942 года. Их имена теперь будут вечно храниться в зале его института Яд Вашема в Иерусалиме. Это и о моих земляках писал Борис Слудский. Все сожжено, уроки с добродетелями, и дети с престарелыми родителями, а я стою, ведь тихо на свидетелях, и тихо повторяю, сожжено. Идея открытия Дубровского. Конституционный лагерь Аушвиц-Биркеналу находился на 60 километров западнее города Краков, около Освенцима. Его комплекс состоял из трех основных лагерей. Аушвиц-1, административный центр всего комплекса, Аушвиц-2, Биркеналу и Аушвиц-3, также известный, как Бунамановиц. Концлагерь являлся рабочим лагерем и одновременно Центром уничтожения евреев. Был оснащен всем самым необходимым для массового убийства и сжигания трупов. Ребята, и вот вы сейчас на экране посмотрели, и все равно нет-нет-нет, да и появляются такие попытки среди разной категории людей говорить, что ну так не было. Так вот вы сегодня, именно с сегодняшнего дня смотрите и новости, и вот ребята перед вами сейчас говорят, все доказано, так было. И вчера показали выступление ветерана, который освобождал Освенцим, ему сейчас за 90 лет, Мартынушкин, вы услышите, ребята будут о нем говорить, и он рассказывает, как они освобождали Освенцим, и что они там увидели, как выглядели узники. То есть ни в коем случае нельзя отрицать, все это было. Хотя вы видите, что сегодня попытка многих перекроить историю и как-то по-другому эту информацию представить, мы вот потом дадим слово Вере Константиновне, она нам еще подтвердит мои слова. И поэтому есть документы, очень много, есть фотографии, есть фильмы, очень много, есть архивные документы. Я даже сама не знала, совсем только недавно узнала, что в Санкт-Петербурге есть архив, где находятся документы о наших освободителях, Освенцимово, именно о медсестрах. То есть, да, понятно, что это были солдаты, офицеры, но как-то никогда мне в голову не приехали. Да, ну, наверное, были медсестры, которые помощь оказывали. Но чтобы о них собрать вот такой материал, как-то даже я не подумала. Репортеры очень много, большую роль сыграли. Так было. И вот сейчас Катя скажет вам о том, что была такая замечательная девочка Анна Франк, которая вела свой дневник. Это тоже доказательство. Он был представлен на Нюрнбергском процессе. Пожалуйста, окажите. Дневник еврейской девочки Анны Франк один из первых документов Холокоста. Он был опубликован отцом Анны, Отто Франком, в 1947 году. Отто был единственным членом семьи, выжившим в нацистских лагерях. После войны он вернулся в Амстердам, а в 1953 году переехал в Базель, в Швейцарию. Он умер в 1980 году. В 1941 году Германия оккупировала Нидерланды, и правительство начало преследовать евреев. Семье Анны Франк отказали на везде США 1941 года. Поэтому семья переселяется в убежище, устроенное сотрудниками фирмы ОПЕКТО. Так как в 1942 году пришла повестка в гестапо на имя Марго. Для того, чтобы никто ничего не заподозрил, Отто решил пустить слух, что они переехали в Швейцарю. Убежище. Это было замаскированное под шкаф с документами мест, где жили не только Франки. К ним вскоре присоединяется семья Лангбельс, а уже 16 ноября того же года в убежище принимается Дальтис Фридс Феффи. Восьмой житель. Убежище Анна вела дневник в письмах на нидерландском языке. Эти письма она писала своей вымышленной подруге Китти. В них она рассказывала все, что происходило с ней и с другими обитателями убежища. Каждый день свой дневник Анна назвала в заднем доме. Анна Франк описала в своем дневнике первые этапы осуществления антиеврейской политики и ее влияния на жизнь евреев в Амстердаме. После мая 1940 года кончились спокойные времена. Сначала война, потом капитуляция и страх перед немцами. Потом гонения на евреи. Один за другим издавались антиеврейские законы. Евреи обязаны носить мобеда львы. Евреи должны сдавать велосипеды. Евреям запрещено ездить в трамвае, им запрещено ездить на машине. Евреям правят делать покупки только с 3 до 5 часов и только в еврейских магазинах, на которых написано еврейское предприятие. Евреям запрещено пообляться на улице после 8 вечера и даже сидеть в своем или соседском саду. Евреям запрещено ходить в театры, кино и другие увеселительные заведения. Евреи не могут публично заниматься спортом, посещением гостини, донесной корты, покеря и другие спортивные площадки. Евреям запрещено приходить в дома и гостей. Евреи должны ходить в еврейские школы и тому подобное. Так замыкался «Это нам запретили, а это право у нас и кровь». В 1944 году власти получили донос на группу укрывающихся евреев. И 4 августа дом, где пряталась семья Франкова, был обыском голландской полиции и гестополицы. Они нашли дверь, где 25 месяцев прятались евреи. Все 8 человек были помещены в транзитной концентрационной баги в мистер-болгах, где были отправлены на самые тяжелые работы. 3 сентября они были депортированы на Светси. 7 октября в блоке, где содержались франки, прошел отбор женщин для работы на оружейной фабрике. В числе отобранных были Эдит и Марго, однако у Анны к тому моменту началась чесотка, из-за чего ее мать и сестры отказались от этого предложения, потому что не хотели бросать Анну. 30 октября, когда советские войска были приблизительно в 100 километров от лагеря, в женском отделении Освенцем Бергенал провели очередной отбор. Анна и Марго были отделены от Эдит и в составе 634 женщин были перевезены в Берген- Бензен. Так как Марго была слишком больна, она не могла выходить из лагеря, а Анна и Августа заботились о ней. Анна полагала, что ее родители мертвы и поэтому не чувствовала в себе желания жить. Но если бы Анна знала о том, что Отто жив, она бы сумела продержаться до освобождения, ведь с отцом у нее были лучшие отношения и всегда они находили общий язык. В начале марта 45-го года умирает Марго после чего у Анны окончательно пропадает желание сопротивляться с болезнью супного Тифа и спустя несколько дней Анну обнаружили мертвы. Единственным членом семьи, выжившим в нацистских лагерях, был отец Анны он Тафран. Также еще одним обвинительным документом против фашизма был дневник ленинградской девочки Тани Савичевой. В нем всего было семь страшных записей о гибели ее большой семьи в блокадах в Ленинграде. Эта маленькая записная книжка была предъявлена на Ньюбернском процессе в качестве документа обвиняющего фашизм. Детская рука, теряющая силы от голода, писала неровно и скупо. Хрупкая душа, поражена невыносимыми страданиями, была уже не способна на живые эмоции. Таня просто фиксировала реальные факты своего бытия, трагические визиты в ее родной дом. И когда читаешь его, цепенеешь. 27 января 1945 года советские войска освободили концлагерь Аушвизберкинау. Это была 59-я и 60-я армия 1-го украинского фронта под командованием маршала Конева. Операция была проведена в ходе Висла-Одольского наступления 1945 года. В освобождении лагеря смерти и его филиалов принимали активное участие бойцы сотой и 286-й стрелковых дивизий 1-го украинского фронта, сформированных на территории Вологодской области. Сотая стрелковая дивизия была сформирована 18 марта 1942 года в Волонде. В январе феврале 1942 года она участвовала в освобождении Воронежа. В феврале марте 1943 года участвовала в Харьковской операции, а летом 1943 года в боях на Курской дуге. В начале 1945 года она в составе 60-й армии участвовала в освобождении Кракова, а 27 января 1945 года дивизия освободила лагерь смерти Аушвицбергеналу. 286-я стрелковая дивизия была сформирована в августе 1941 года. в городе Череповец. С сентября 1941 года дивизия воевала на Ленинградском фронте. Три с половиной года ее бойцы обороняли Ленинград, затем участвовали в снятии блокады с города, в изгнании врага с территории Новгородской и Ленинградской областей. 27 января 1945 года советские войска освободили концлагерь Освенцин, который находился неподалеку от древнего Кракова. История освобождения самого страшного гитлеровского концлагеря имеет свои загадки и тайны. Ни солдаты, ни офицеры, ни даже генералы, совершая под огнем врага свой героический бросок сандомирского плацдарма Квисля и Одера в январскую 145-го до самого последнего момента не знали, что на их пути находится концлагерь. Маршал Конех еще в ноябре 1944 года был вызван в Москву с планом мисслородорской операции. Сталин показал пальцем на карту, обвел Севетский промышленный район и произнес одно слово золото. Это сталинское золото означало, что Севетский промышленный район надлежит освободить в кратчайшем сроке. Об Освенциме не было сказано ни слова. Маршал Конех приступил к исполнению. За 12 суток наши войска прошли 170 километров с ожесточенными боями. Им пришлось брать 4 немецких оборонительных рубежа, форсировать 3 реки, отразить 2 контрудара и почти ежедневно по 2-3 контратаки немцев. В ближайший момент Маршал Конех изменив территории у Сталина неожиданно для противника развернул и бросил русскую танковую армию в тым немецких войск, грозя им окружением. Немцы стали спешно снимать дивизию за дивизией со своего левого фланга, где как раз находился Освенцим. И перед нашими войсками поставили задачу быстро овладеть важным железнодорожным узлом городом Освенцим. 25 января местных жителей и передовых разведчастей стали уступать первые сведения, что впереди находится концлагерь, в котором творятся ужасные немыслимые вещи, и что там еще живут тысячи заключенных. Именно с этого момента наши части стали освобождать непосредственно концлагерь. Был отдан приказ отходящие немецкие войска к Освенциму не подпускать, при освобождении концлагеря танки и тяжелую артиллерию не использовать, чтобы ни один узник не пострадал. К трем часам дня 27 января бойцы 60-й армии 1-го украинского фронта очистили всю территорию лагеря от последних отрядов эсэсовцев и взяли Освенцим под свой контроль. Цинизм и педантичность, которыми фашисты истребляли людей, поражали даже самые стойкие, привычные ко всему сердца бойцов Красной Армии. В лагере оставалось около 7 тысяч заключенных. Первоначально медицинскую помощь бывшим узникам оказывали медики 107-й дивизии. Позднее на территории лагеря Маргарита Александровна Жилинска была переведена в Освенцим из Ленинграда именно потому, что имела опыт по лечению переживших блокаду жителей. В годы блокады в Ленинграде работала дедка от станции скорой помощи. Несмотря на бомбежки и голы, медики выполняли свой долг и первыми приезжали на вызовы. Они жертвовали своими жизнями ради людей, спасали их от смерти. Одним из отважнейших медиков была Маргарита Александровна Жилинская, которая, не жалея себя, помогала всем нуждающимся. После снятия блокады Ленинграда в 1944 году Маргарита Жилинская во главе подвижного госпиталя отправилась на запад вместе с наступавшей советской армией. Врачи останавливались там, где возникала необходимость оказать медицинскую помощь бойцам и жертвам войны. Поступившие в госпиталь люди страдали элементарной дистрофией и сопутствующими болезнями, вызванными истощением организма. В апреле 1945 года госпиталь был развернут по территории концлагеря Освенцим. В нем находились на излечении 700 бывших узников, жизнь и здоровье которых удалось спасти благодаря работе самой Маргариты Александровны Жилинской. В начале 1960-х Маргарита Жилинская передала уникальные фотографии и немецкие медицинские документы, привезенные ей из Освенцима, в дар военно-медицинскому музею города Санкт-Петербург. Эти предметы дополнили самую значительную в России коллекцию материальных свидетельств о нацистских концентрационных лагерях. Умерла в 1982 году похоронена в городе Санкт-Петербург. Еще двумя отличившимися личностями являются Тихомирова Лидия Петровна и Александра Яковлевна Милай. Александра Яковлевна Милай, капитан медицинской службы, ординатор, служила в полевом терапевтическом подвижном госпитале полевого эвакопункта номер 157. Обслуживая тяжелейших больных, бывших заключенных немецкого лагеря Монавицы Бергенау, она в короткий срок организовала питание медицинское обслуживание, чем способствовало выздоровлению больных. Ее фотографии на сегодняшний день, к сожалению, не сохранились, но сохранился приказ о ее награждении орденом Отечественной войны второй степени. Тихомирова Лидия Петровна не была разведчицей или подпольщицей, не сидела за штурвалом самолета, однако совершила в годы Великой Отечественной войны такой подвиг, о котором были написаны книги и сняты фильмы. В годы оккупации она осталась западщиной в Ленинграде. Не дрогнув перед фашистскими угрозами в ломбое убежище, приспособленное в больницу без лекарств, на голодном бойке, Лидия Петровна спасла жизнь многим бойцам Красной Армии. С 1941 по 1945 год воевала в составе 100-й львовской стрелковой дивизии, причем хирургом, дошла до Берлина, кавалер двух орденов Красной Звезды и ордена Отечественной войны. Именно этот героический доктор, Тихомирова Лидия Петровна, является прототипом главного персонажа книги известного писателя и сценариста Бориса Николаевича Полевого доктор Вера. С 1941 по 1945 годы Борис Николаевич Полевой находился в постоянной действующей армии, а с октября 1941 года в качестве военного корреспондента газеты «Правда». Пройдя боевой путь от Твери до Берлина и Праги, он создал многочисленные военные очерки, репортажи, корреспонденции и рассказы, в которых запечатлены суровая реальность войны и героизм нашего народа в борьбе с фашизмом. В рядах 286-й стрелковой дивизии сражались военнослужащие, которые призывались с 1918 по 1945 год. С первых дней формирования дивизии воевал Беляев Николай Александрович, начальник радиостанции отдельной роты связи. 22 января 1945 году Беляев в два раза рулил радиостанции под обстрелом противника, отразил нападение небольшой группы и обеспечил беспрерывную радиосвязь. Несмотря на тяжелые условия работы, Беляев сохранил полную исправность радиостанцию и не допустил перерыва в обеспечении связи. Красавец Федор Михайлович, один из первых, кто вступил на территорию немецкого лагеря осминцем и не дал уйти отступающим немецким войскам. Направлен на фронт командиром полка. С 30 апреля 1942 года по 30 сентября 1942 года командовал 286-й стрелковой дивизией, которая была оборонительной бои полковник. С 28 января 1944 года по 1905-й 1945 год полковник. С 2 ноября 1944 года замерзал майор. Командовал 100-й стрелковой дивизией 2-го травмирования. Дружим предприятия Солнцева, членом Глебан Степановича Рафинишкин вспоминал о тех потрясениях, которые испытал, когда вошел в лагерь. Когда, возвращаясь в лагерь, в память сразу дедника о том, как это тогда было, как мы подошли к этому лагерь. Подошли мы совершенно неожиданно. Когда мы двигали землю к Польше, мы совершенно ничего не знали об этом лагере. Не знали, что существуют такие лагеря, где уничтожают людей. Возможно, это знало наша выходная команда. Также в Освенциме уничтожали не только лагерей. Были светские пленные, офицеры в основном. И на них испытывали это все, испытывали гад. Также по мере продвижения к Освенциму мы постоянно ощущали запах гад. Война солдат к такому должен быть привычен. Здесь был какой-то особый смрад. Позднее от наших товарищей из частей, освобождавших другие участки ромной зоны, не знали причину этого. Оказывается, при приближении линии фронта лагерное начальство пыталось возбушить все кремационные установки. Чтобы уничтожить уничтоженных в газах камер на еще неутилизированных пудниках, тела сложили в несколько больших штабель, обложили дровами, лимон, бензином и создали причин. Эти костры еще не сгорели. Они долго тлели, остыняют тот самый породивший нас запах, запах смерти. Да воцарится мир в душах людей злой воли и да положит это конец мщению и разговорам о казнях и насилии. Жестокость несовместима ни с какими нормами и принципами. Она вне пределов человеческого понимания и за нее так много мучеников в этом мире. Поэтому, Господи, не измеряй их страдания мерками Твоей справедливости, ибо потребуешь Ты суровой расплаты. Так поступи же иначе. Не спошли свою милость всем палачам, предателям и шпионам, всем людям злой воли. Награди их храбростью и душевной силой. И считать надо только добро, а не зло. А в памяти наших врагов мы не должны оставаться их жертвами, их кошмарами и пугающими призраками, но их помощниками, чтобы они смогли изгнать злобу из душ своих. Это все, что от них требуется. И тогда мы, когда все не закончится, может быть, сможем жить как люди среди людей. И может быть, снова воцарится мир на этой многострадальной земле, для людей и доброй воли. А потом этот мир придет и ко всем остальным. Мы верим, события Второй мировой и Великой Отечественной войны никогда не будут забыты. И как бы далеко не ушло время, какие бы перемены в нашей жизни не произошли, но подвиг людей, разгромивших нацизм и сумевших сохранить для нас мирную и свободную страну вне времени. Советские солдаты сказали узникам Аушвица при освобождении «Выходите, вы свободны, свободны навсегда! Давайте вечно будем помнить об этом». Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Сохранили до сегодняшних дней ребята И в Освенциме памятник И в Дувиноварье памятник В Крематории печи И газовые камеры И одна из печей была открыта Я помню, что женщины Пожилой в нашей группе Мы когда все были еще очень молодые Стало плохо И я сразу вспомнила, что где-то читала В журнале Огонек статью Не помню же автора Этой статьи Но она написала так, женщина В памяти достойно все. Все происходило и будет происходить с человеком. Но этого забыть нельзя. Забыть нельзя детской обуви, детских очков, детской одежды. Умершленных в газовых камерах. Стоят щипцы, которыми подталкивали тела. В общем, пережить это невозможно. Я это не говорю для того, чтобы вас напугать. Но для того, чтобы в вашей памяти и в вашем сердце осталось навечно. Было это. И человек, который создан высшим разумом, я не знаю, кем он создан, предназначен для того, чтобы жить на земле, творить, работать, рожать детей, продолжать свой род. И чтобы земля наша, земля наша, полнилась дружбой и единением. Ну что сейчас мы видим творится вокруг России оголтелой. А вы знаете, а я чуть-чуть, даже немножко рада. Наконец-то Россия стала с колен, и потому вокруг сейчас столько мерзости против России. А дальше будет действовать. Вот подрастете ваше поколение, вот у нас надежды, мы только на вас возлагаем. Вам посылает привет маленькое стихотворение Евгении Коханова, наш замечательный восточный поэт. Он сам в концлагере в пятилетнем возрасте был, со своей сестренкой восьмилетней и с мамой. Маму потом сожгли на территории Брянской области, в Бангкотслаге. Нас жгли в печах, травили, били. А нам расти бы да расти. Ну что ж вы, лебеди, забыли, на крыльях счастье принести. А мы, как ангелов, ожидали, не зная за собой вины. Нам снились огненные дали, без боли, пепла, без войны. И не могли мы наглядеться на шеи лесов, на шеи полей. Война, война, верни нам детство, верни печальных лебедей. Вот на этой ноте я хочу вам пожелать, чтобы всегда в нашей стране, на любимой нашей Родине крепло единство, могущество, взаимодействие, взаимовыручка и, конечно, дружба. Дружба среди вас, молодых. Так, ребята, ну а сейчас Ольга Николаевна, все ее хорошо помнят, кто был с нами на акции за путем хоронения, на кредит, ребят, поздравили с тем, что они вот такие были активные в самом начале учебного года и проделали такую большую замечательную работу. Так, давайте с вами начнем. Ну, вот я хочу сказать, ребята, что сегодня у вас не те, кто уже с нами давно знаком, наши друзья на манский класс, и кто может быть сегодня впервые в нашем центре, у вас сегодня состоялось очень важное мероприятие. Почему? Потому что мы с вами говорили о сохранении памяти. В нашей стране существует указ президента об увековечении памяти и увековечении памяти, памяти защитников Отечества и тем, кто погиб. И увековечение памяти происходит в разной форме. Ставят мемориальные доски. На школах, вы знаете, что на многих школах у нас есть мемориальные доски. Открывают памятники, памятные знаки. Пишут книги, ставят фильмы, спектакли. И открывают музейные экспозиции, музейные уголки. И вот тот урок, который прошел сегодня, это тоже одна из форм сохранения и увековечения памяти. И мне хочется прежде всего сказать большое спасибо самой Вере Николаевне, которая ведет эту работу, и Даманскому классу, который тоже участвует активно в этой работе, популяризирует те знания, те данные, которые мы должны с вами знать, помнить, хранить для того, чтобы то, о чем мы сегодня говорили, никогда не повторились. Благодарность 8-му Даманскому классу школы 49 имени героев Даманцев классный руководитель Богданова Вера Николаевна за подготовку и проведение музейного мероприятия в памяти жертв Холокоста. Стойте, еще не уходите. Дальше. Хочется мне вручить еще благодарность тоже этому же классу за подготовку и проведение торжественной церемонии открытия месячника патриотической работы «Служить Отечеству». То есть мы сегодня этим мероприятием открывали месячник, который объявлен, да, ежегодно проходит в наших школах, ежегодно проходит с 23 января по 23 февраля. Поэтому вам тоже, вот за это тоже огромное благодарность за то, что вы работаете. Жизнь не удовольствовала. Спасибо.